В этих яслях детского сада «Виктория» сейчас спокойно спят дети. Они ещё не знают то, что в будущем году, возможно, им придётся посещать уже другой детский сад или попросту сидеть дома. Ведь плата за посещение поднимется сразу в несколько раз. Всё потому, что детский сад планируют перевести полностью на коммерческую основу. На сегодняшний день детсад номер 49 посещает около 160 детей. Стоимость дошкольного учреждения для родителей-воспитанников обходится в 2-2,5 тысячи рублей в месяц. С Нового года эта цифра может вырасти в разы. По самым скромным подсчётам, место в «Виктории» может стоить 13 тысяч в месяц. Родители о такой новости в панике. Мои финансы на данный момент не позволяют перевести в другой детский сад. Это неудобно. Садик находится рядом с домом. Всё как-то рядом, всё под рукой. Лично для нашей семьи нет никаких вариантов. И потом большой будет стресс для ребёнка, если его на пять месяцев отдать куда-то другое. Они в коллективе привыкли все друг к другу. Своих первых воспитанников детский сад номер 49 принял в 2007 году. По сей день он является собственностью Ярославского электромашиностроительного завода. Именно на деньги Элдина он ремонтировался, а это 14 миллионов рублей, а после и обслуживался. В 2012-м изменились правила игры. Налог на землю вырос, а городские власти лишили завод льгот. Произошла кадастровая оценка земли новая. Пришли новые документы. И этот налог непомерно вырос. И сегодня он стал большим. Где-то в районе 700 тысяч рублей. Сегодня нет такой возможности заводу уплачивать эту сумму. С предложением вернуть льготу представители завода неоднократно обращались в мэрию города. Однако никакому решению стороны пока не пришли. Поскольку детский сад частный, городские власти не обязаны финансово поддерживать учреждение. Для завода он тоже стал непосильной ношей. Единственный выход в такой ситуации – выйти на самоокупаемость. Однако этот вариант, по мнению заведующей детским садом Светланы Морозовой, приведёт лишь к тому, что учреждение просто-напросто закроется. Детский сад сам не в состоянии оплачивать этот земельный налог. Поскольку по муниципальному контракту, по договорам, эта сумма не входит на содержание детей. То есть, получается, мы должны изыскивать из своих средств, чтобы уплатить этот земельный налог. Между тем, родителям, дети которых ходят в частный детский сад, в середине декабря предстоит подписать очередной контракт. И если ситуация не изменится, то есть риск, что почти полсотни сотрудников останутся без работы, а городская очередь в детский сад вырастет на 200 человек. Андрей Децель, Денис Ромашов. День в событиях.